День здоровья в Доме культуры поселка Виноградный посетило 366 селян. Всего было проведено более 1000 консультаций и обследований. Жители получили консультацию у кардиолога, эндокринолога, невролога, лор-врача, окулиста, терапевта, хирурга, педиатра, медицинского психолога и других специалистов. Виктория Димурчева работает врачом-эндокринологом всего год. В 2012 году окончила медицинский университет в 2013-м интернатуру. С выбором своей узкой специальности Виктория определилась еще на четвертом курсе. На моем счету уже третий день здоровья. Я считаю, это очень хорошее мероприятие, организовывает администрация нашего района, потому что это удобно пациентам. Не все могут попасть к узким специалистам в город, а здесь за один день они хотя бы, доктора могут помочь пациентам понять, в какой области им двигаться, какие анализы сдать и на что обратить внимание. Также к услугам селян ЭКГ, кардиовизор, УЗИ-диагностика, экспресс-анализ холестерина и сахара в крови. Если в ходе обследования выяснится, что холестерин или глюкоза повышены, это первый сигнал отнестись к своему состоянию здоровья очень серьезно. С результатами анализов нужно обязательно обратиться к врачу. Посмотреть общее состояние своего здоровья, проверить холестерин и сахар. Но это основное, что нужно знать. Так как мы все работаем, не очень удобно среди недели отпрашиваться с работы и приходить, а это выходной, поэтому доступно. Я хочу проверить сердце, потому что иногда оно чувствуется, потому что если орган здоровый, то его не чувствуешь. Была молодая, знаю. Поэтому, конечно, это очень здорово. Тем более, что, ну ладно, мы еще можем на автобусе там съездить, а вот пожилые люди вот с палочками, куда они поедут? Серьезную помощь в организации мероприятия оказывают студенты медицинского колледжа. Проводят анкетирование, раздают буклеты, регистрируют участников. До проведения Дней здоровья студентка Капитолина Куриная знала все теоретически. Теперь же появилась возможность свои знания использовать на практике. Мы показываем, где какие врачи, вообще что можно пройти, даем им брошюрки, то есть полезное питание, там всякие, в общем, консультируем болезни. Глава города Сергей Сергеев, первый заместитель Светланы Яровая, заместитель главы Людмила Мурашова лично проконтролировали, как организованы проходит День здоровья. Реализация комплекса профилактических мероприятий губернаторской программы позволила добиться определенных положительных результатов. Динамика показателей здоровья населения Кубани улучшилась. Такие условия, которые сегодня глава создает для того, чтобы люди могли посетить специалистов, удобное для них время выяснить, задать вопросы, их волнующие в отношении здоровья. Я думаю, что это необходимо, это будет и дальше продолжаться. По поручению мэра Анапы Сергея Сергеева, курс «Зне здоровья на курорте» будет и дальше продолжаться в сельских округах.